Ну, погнали! Привет! Меня зовут Катя и с вами еженедельный традиционный отчёт по моим стоповым делам. Но сейчас в основном это шаттерстоп, потому что я решила, да ну нафиг всё остальное, я лучше побольше буду рисовать. И вот пусть шаттер, а потом я говорю, найду, точнее взращу маленького раба, который будет грузить мои картинки на все остальные стоки. Вот, ну, поехали! Недели летят, мне же стыдно упоминать об этом. Лето, много гуляем, но план я выполняю, мне это очень нравится. Спасибо текстурам, которые я нафигачила, я продолжаю их обрабатывать. И они продаются, я как раз смотрю каждую неделю, что именно у меня покупается. А помимо вот текстур, продаётся ещё моя любимая иллюстрация. Мой самый первый, наверное, паттерн, который я сделала такой вот этой ручной техники, это цветущая яблоня. Она прямо у меня продаётся вот в фаворитах. Больше всех, мне кажется, у неё продаж. И ещё на этой неделе я, наконец-то, сделала ещё паттерны. У меня же в папочке прям... Пардон, у меня газонокосилка, сейчас я окошечко закрою, чтобы не слышно было, как она шумит. Короче, я наконец-то сделала какие-то ещё цветочные паттерны. У меня были там заготовочки, какие-то я цветочки рисовала, голубенькие, похожие на лаванду. Даже не знаю, как они называются. И вот нафигачивала тоже порцию там, ну штук шесть, наверное. И ещё я сделала сразу паттерны разного масштаба. Как я уже говорила, как разнообразить своё портфолио. Потому что один и тот же паттерн, который вот он, не повторяющийся, просто одним квадратом. Я, блин, я не знаю, как это объяснить. Короче, в самом минимальном масштабе. Он не всегда даёт представление людям, как этот паттерн будет выглядеть при вот уже цикличном размножении. Господи, какую-то чушь вообще несут. И, собственно, чередуя тоже маленькие и большие масштабы, даёшь лучшему зрителю, будущему покупателю, понять, как это будет выглядеть. Хотела поговорить про релизы, которые нужно прикреплять картинкам. Ну, меня постоянно спрашивают, что надо, что не надо прикреплять. Короче, многие мне писали, что релизы для этой, для вектора, короче, для каких-то там картинок не надо прикреплять. Типа, всегда надо прикреплять релизы на картинки, которые ты ручками делаешь, чтобы подтвердить авторство. Я прикрепляю релизы на всё. Даже если я картинку там как-то вот видоизменяю, я беру, прям делаю скрин и вставляю её в релиз. И в каждой картинке на шатре у меня есть свой релиз. Потому что, я не знаю, может быть, вначале мне так не везло, мне постоянно отклоняли из-за релизов. Чё-то им там не нравилось, я вообще не могу понять. Алена, например, делает так, что даже на телефон просто сфоткает свой блокнот, где нарисованы какие-то цветочки. И всё, ей прикрепляет это. И потом, даже если она делает паттерн из этой картинки, она всё равно этот релиз прикрепляет, и у неё всё прокатывает. У меня так не прокатывает. У меня всё время отклоняли, поэтому я забила и к каждой картинке клею свой релиз. Потому что проще быстренько сохранить картинку, чем потом отслеживать, какие картинки отклонили, по какой причине, загружать заново названия, категории, теги. И вот эту вот всю историю, мне проще сразу сделать релиз. Поэтому любые вопросы по поводу релизов, да, я всегда прикрепляю релиз картинкам. Вот, всегда. Я правда очень рада за людей, у которых получается мне делать релизы каждый раз, и у них всё хорошо с этим. У меня какие-то попадаются очень интересные эти не экзаменаторы, проверяющие. Кстати, только обсуждала с Алёной, что долго не отклоняли работ, прям вот постоянно всё принимали. И тут у неё отклонили. Что-то там с авторским правом не понравилось. И у меня тоже отклонили. Но не понравилось им, что я просто не указала категорию, что это иллюстрация. Я обычно автоматом указываю, но тут, видимо, палец вскочил, забыла и не обратила внимания. Блин, вот проще, да, поставить галочку «Отклонись», чем за меня бы взять и поставить, что это иллюстрация или фотография. Короче, это всё этот ретроградный Меркурий. Я опять тут это, Катя Глоба. На самом деле я сейчас не Катя Глоба, я Катя Кутузова, потому что у меня опять ячмень на глазу вскочил с полочи. Такая вот этот мой дружочек никак меня не отпустит. И, соответственно, я не надеваю контактные линзы на этот глаз. И я вообще, ну, один глаз у меня нормально видит, а другой у меня там минус три почти. И, конечно, когда ты вот одноглазый, можно только вот ходить, что-то делать, потому что в телефоне надо один глаз точно закрывать. Вот, пару дней помучаемся. Ну, ещё Катя Кутузова вам расскажет про лицензии Адоба. Мне очень часто пишут, типа, Катя, чё ты паришься вообще, скачала на торренте себе фотошоп и будет тебе счастье. Спасибо, скачаю, будет. Но на самом деле лицензия Адоба, она не такая и дорогая. И мне вообще главное, чтобы мне Shutterstock её окупало всё, потому что фотошоп для меня это, ну, инструмент, мне кажется, которым я, в принципе, каждый день пользуюсь. И также Адоб Премьер. Но, для тех, кто не знает, у Адоба есть функция продажи пакетом всех своих продуктов, и она стоит, чё-то, мне кажется, по-моему, 3500 рублей в месяц. Но! Её можно распилить на два компьютера. То есть, можно взять себе друга, которому тоже нужны все продукты Адоба, либо хотя бы, там, иллюстратор, фотошоп и Премьер, и Бридж, и, ну, там, у них же много чего. И, короче, распилить на двоих, то есть, ну, это меньше 2000 рублей в месяц будет. Это же вообще класс! Короче, я вот скоро буду переходить на эту историю, и раз уж у меня будет иллюстратор, то, наверное, я потихонечку буду сдруживаться с Вектором. Вот, опять же, знаете, судьба, как бы, всё подстраивает, как тебе надо. Я всё это никак не могу дойти до Вектора, а тут у меня, ну, будет иллюстратор. И грех же им не пользоваться, если он уже оплачен, если его просто взял и поставил. В общем, я в предвкушении. Рассказывайте, как у вас дела, как у вас фотошоп поживает, не тупит. У меня сейчас в портфеле 588 картинок. Круто-круто. И, слушайте, ну, это я уже больше половины проекта сделала. Вот, недавно задумывалась, буду ли продолжать эту историю, когда наберу 1000. И думаю, ладно, сначала надо её набрать, а то, может, я ещё не доживу до 1000, в какой-то момент забью и скажу, да ну, ваши стойки. Буду заниматься чем-то другим. Ну, ладно, ещё раз, как у вас дела, как у вас продажи, всё ли хорошо, ленитесь, как я. Или полный сил, бодры и веселы. Не вштыривает ли вас ретроградный Меркурий. Кстати, он, по-моему, 19-го числа августа уже заканчивает своё действие. И будет всем нам счастье, всех будет отпускать. И опять мы будем жить в ожидании следующего Меркурия. Ну, и по традиции в конце я запихну немножко картинок, которые я отправляла за эту неделю. И ещё раз всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Меркурия. 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 Меркурия.